МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рынок снова ждет повышения ключевой ставки. На прошлой неделе инвестдома повысили свои прогнозы. Так, совком банк ждет 22%, а от инвестиций 20%. На ожидание экспертов повлиял новый бюджет и риторика Банка России. Ну, а чего ждать от российского рынка госдолга инвестору? Куда пойдут ставки и когда же покупать длинный ОФЗ? Сейчас разберемся. С вами Анна Кожухарь в эфире «Облигации. Главное». Итак, сегодня мы разберем много противоположных инвестидей. Тут и флоутеры, и фиксы, и даже ВДО. Из последнего у нас есть даже эмитет без кредитного рейтинга R-Lift International с доходностью выше 40%. Всем известный племзавод Пушкинская. Но давайте сразу так людей не пугать. Это тизер. Начнем мы с более привычного, с бюджета, с ОФЗ. Хотя, может быть, напугаемся еще больше. Итак, сегодня у нас в гостях Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка. Михаил, здравствуйте. Это автор того самого прогноза, который я зачитала только что в новостном блоке. И Софья, да нет, Софья, здравствуйте. Главный экономист инвестиций. А сейчас у нас внимание будет необыкновенное, потому что у меня здесь две порции инвестидей от Софьи и от Михаила. И если у Софьи я вижу уже длинные, ну, относительно длинные ОФЗ, даже с постоянным купоном, то у Михаила ОФЗ нет вообще. Михаил, давайте я начну с вас. Вы, в принципе, давно говорили, что на рынке сейчас инвестидей в ОФЗ нет. И промежуток времени прошел довольно серьезно, практически полгода. Видимо, ничего не изменилось. Правильно я понимаю? По-прежнему нет и не предвидится. В целом, так, если обобщать, то можно сказать, что пока в ОФЗ мы идей не видим и, наверное, в ближайший, там, может быть, квартал или два, может быть, больше и не увидим. Потому что мы ждем по-прежнему длительного повышения цикла, повышения ключевой ставки Банком России. И агрессивные планы Минфина – это дополнительный фактор, который не позволяет ценам ОФЗ расти. Там плюс-минус в ваших инвестидеях два корпоративных флоутера, очень похожи друг на друга, Газпром, нефть и трансконтейнеры. Вот тоже раньше вы говорили, что главное в корпоративном флоутере, ну, помимо, видимо, кредитного качества, это такая чувствительность к повышению ставки. Этот критерий сохраняется в выборе? Может, добавляются какие-то еще дополнительные? Сейчас, мне кажется, чем выше ключевая ставка и чем дольше, а мы полагаем, что она будет еще долго высокой, тем важнее кредитное качество. То есть здесь по-прежнему, как бы в целом мы смотрим только на рейтинг, начиная от А, ну, если для широкого инвестора, а желательно уже и ААА, и ААА, то есть и Газпромнефть, и Норникель. Уже как-то низковато. Нет, наоборот, все более и более привлекательный, тем более это, почему я в том числе указал Газпромнефть, это ААА-эмитент, и он может быть использован банками в качестве ВЛА, то есть высоколиквидными активами, и поэтому банки, если будут продавать флоутеры, то другие, а вот этот флоутер они могут использовать для норматива ликвидности, и поэтому он банками будет пользоваться в том числе популярностью и по этой причине, то есть как бы дополнительная подушка для инвесторов, плюс он еще ликвидный, что также немаловажно. Ну, а это, можно сказать, у вас какая-то защитная, осторожная стратегия или просто другой нет? Ну, смотрите, по Газпромнефти, например, да, или вообще в целом по корпоративным флоутерам, там КС плюс 1-2%, то есть сейчас это плюс 20-21%, уже не такая плохая доходность, практически без риска. Когда Центробанк повысит ключевую ставку до 20-21%, до 22%, это, соответственно, будет 23-24%, 25% доходность, без риска это совсем неплохой доходность при минимальном риске. Ну что ж, Софья, у вас прогноз ваш по ключевой ставке, мы слышали, не сильно отличается на самом деле всего на процент от того, что у Михаила, при этом у вас в 200 идеях появляются ОФЗ, да еще и с фиксированным купоном и довольно длинные. Как они туда попали и почему? Смотрите, ну это такой просто читерский способ. Мне написали, ну пришли два выпуска ОФЗ, то есть у меня не было пути к отступлению. Я как постановая девочка прислала. Ну можно флоутер прислать, а у меня целых три на самом деле, да. Не, на самом деле там два флоутера и один фикс. Да, хорошо. Действительно, можно говорить о том, чтобы подбирать длинные, и вот этот вот выпуск, мы считаем, как бы на пределе длины, который рационально сейчас брать, дальше уже, наверное, не стоит залезать. Но при этом, если мы предполагаем хоть сколько-нибудь значимую вероятность того, что у нас через год условно ставка будет ниже 15%, то это становится интересной идеей, и это становится тоже выбором, когда подбирать, потому что в какой-то момент мы можем столкнуться с тем, что продавать нам никто этого уже не будет, да. А сейчас это купить можно. Вот поэтому вот этот выпуск, который мы присмотрели из фиксов, он достаточно ликвидный, достаточно хорошо смотрится кривой. Поэтому вот такой выбор из лучших из худших, вот такой примерно, можно его так охарактеризовать. А в остальном флоутеры, да, корпоративные лучше ОФЗ, да, короткие лучше длинных, да, это, да, действительно, и ААА лучше, чем ААА. В этом смысле, действительно, там, не знаю, вот такие. И еще 120 очевидных вещей о долговом рынке, да. Ну, просто это получается, что мы действительно сейчас все играем в достаточно очевидные вещи, поэтому и хочется добавить какого-то огонька, поговорить о том, что может быть из неочевидного, например, длинная ФЗ. Ну, не то чтобы неочевидная, это тоже как бы на классическом рынке это была бы суперочевидная идея, да. Наш рынок сейчас далек от сколько-нибудь. А что у нас не классического в рынке? Альтернативный рынок модерн? Стратегия Минфина и поток бюджетных новостей, он у нас как бы не то чтобы один шаг вперед, два шага назад, или два шага вперед, один шаг назад, а ровно один шаг вперед и ровно один шаг назад дало нам апдейт по бюджету. Потому что, с одной стороны, не шокирующий бюджет 2025 года вполне приличный, и при этом мы имеем ухудшение расходов на этот год, когда год уже почти завершен, что оставляет неприятное послевкусие. А это значит навес размещений и навес расходов, который нам эту агонию инфляционную продлит в четвертом квартале и, очевидно, в начале следующего года. Это индексация, которую это агонию растягивает еще аж до середины следующего года, зачем-то. Вот, все это вот как бы... Ну, и с другой стороны, пока нет тут катастрофического сценария, да, там, из разряда хаоса или там выхода из-под контроля. Мы остаемся у этой развилки, да. Поэтому вот такая неопределенность, которая прайсится в цене облигации. Вот как раз тема бюджета, это следующее, которое я бы хотела перейти, тем более, что сегодня как раз на слушание продолжаются по этому вопросу. А до того, как только начались разговоры о бюджете, было две развилки. Он будет более проинфляционным, менее проинфляционным. Вот тот, который мы сейчас увидели, это какой? Это умеренно проинфляционный. То есть, если сказать в целом по рынку, то скорее он более проинфляционный, чем все-таки ожидалось. Чем тот же Центробанк. Для Центробанка было сюрприз. Я думаю, что для большинства макроэкономистов тоже это скорее там в умеренно негативную сторону оказалось. Хорошо. Допустим, если мы поговорим про бюджет, вот в этом более глобальном части увеличения, например, его расходной части. Они тоже, в том числе, господин Ковальчук сегодня говорил о, допустим, постепенном прогнозировании снижения нефтяных цен и так далее. Может ли со временем вот тот же самый бюджет стать еще более серьезным фактором давления на долговый рынок? Мне кажется, что да. То есть, опыт последних лет показывает, что у нас план всегда на год один. И он по мере развития года, он в плане расходов только в одну сторону пересматривается. То есть, поэтому, плюс еще до конца непонятно, как будет структура расходов и чем финансироваться. То в целом, скорее, на мой взгляд, риски в сторону большей инфляции в следующем году, чем меньше. Вы говорите, не совсем понятно, чем финансироваться. То есть, могут и не внутренними заимствованиями, какими-то дополнительными заимствованиями? Нет, могут, например, остатками казначейства использовать больше. Ну, то есть, я думаю, как будет позволять ситуация в целом по расходам и как будет позволять ситуация на долговом рынке. Потому что, допустим, наш рисковый сценарий в плане монетарной политики гласит о том, что в следующем году мы не увидим снижение ключевой ставки. И поэтому в этом смысле спрос на длину, да, то, что так многие инвесторы ждут, он может и не возникнуть и в следующем году. 22 весь 25-й год. Это наш рисковый сценарий. Софья? Ну, на самом деле, это действительно сценарий, который может быть где-то в рисковом. Мне кажется, что более вероятно для рискового сценария, что мы видим некоторые горки. На мой взгляд, внутренняя ситуация сейчас как раз и по свежим данным, которые мы получили на прошлой неделе, подтверждает такой разворот в сторону охлаждения, нормализации в экономике, да, в спросе. Экономика притормаживает. Это все более очевидно. Поэтому внутренняя ситуация, она создает условия для нормализации инфляции и дезинфляционного тренда. Но никто не говорит о том, что к нам не сняты со стола вероятность того, что к нам прилетит какой-нибудь очередной черный лебедь, например, низкая нефть. А это всегда такой луз-луз ситуация для России, когда мы получаем все худшее разом. И плохой бюджет, и плохой рубль, плохую инфляцию. Естественно, ставку, в которую может прилететь действительно и 2, и 5% пунктов на таком шоковом сценарии. Вот эти горки, это, на мой взгляд, более вероятный сценарий, если мы говорим о рисковом сценарии. В остальном, пока у меня главный аргумент, почему мы ждем снижения ставки, это то, что мы не видим твердых доказательств, что российская экономика и российские корпоративные заемщики могут без ущерба выдерживать ставку 20 плюс в течение длительного времени. Ну, а это будет аргументом для снижения ставки? Это должно быть аргументом для снижения ставки. Это может стать аргументом, если набор проблем будет достаточно высокий, и если инфляция все-таки будет замедляться вместе с внутренним спросом. Если инфляция не будет замедляться, то, мне кажется, если совсем критический набор не будет, то это не будет достаточным аргументом. То есть переход процентного риска, например, в кредитный не будет достаточным аргументом, если он не будет массовым, например, а инфляция останется на прежнем. Да, если это будут точные истории, то это не будет, на мой взгляд, аргумент. Хорошо. Чуть-чуть хочу про текущий год поговорить. Вот прям, по-моему, предыдущий выпуск или через один выпуск нашей программы всех опрашивали по поводу навеса предложения, возможного навеса предложения Минфина, тогда он был возможным, и многие обсуждали, что никакого такого страшного нет, нет никакой такой необходимости серьезной. В итоге у нас мы имеем в четвертом квартале то, что имеем. Насколько вот то объявленное будет серьезно давить на кривую, и может ли Минфин, например, там, не знаю, где-нибудь полтора триллиона каким-то нерыночным методом привлечет, и все будет хорошо? Софья, что думаете об этом? Ну, это все, что остается Минфину. Рынок не может столько поглотить. 2,4 триллиона рублей. Мы видим, что сейчас размещения даже с премией не идут с таким темпом, чтобы обеспечить нужный объем привлечения. Поэтому ждем, что в какой-то момент будут вмешиваться какие-то крупные сделки, крупные размещения под заинтересованных покупателей, скажем так, наверное, под участие банков. Такой навес будет легче реализовать, наверное, в декабре, потому что тогда и банки будут уже ждать большого притока ликвидности по тому же бюджетному каналу. Возможно, это будет для них легче. Но без такого, как это сказать, договорного размещения, наверное, будет сложно реализовать столько, сколько не удалось реализовать с начала года. Правильно? Ну, то есть пока размещение не показывает нам никаких чудес. При этом Минфин нам четко дал сигнал, что мы все ждали, нет ли плана Б. Но плана Б нету. План Б – это идти до последнего. И действительно, увеличенный на этот год объем расходов, он просто не оставляет возможности не выполнить план по размещению. Нечем заместить эти средства. Михаил, что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, здесь полурыночным методом будет повторение ситуации 2020 и 2022 года. То есть у нас же главы крупных госбанков говорили, что они готовы брать флоутеры практически в неограниченном объеме. Ну, уже по ценам, по которым интересно покупателям. То есть до последнего времени Минфин потихоньку снижал дисконт по флоутеру, примерно по 0,2-0,3 процентных пунктов в неделю, то теперь уже будет, вероятно, по договоренности с крупными госбанками. Ну, это же, опять же, если мы говорим о дополнительном размещении флоутера, это, опять же, рост расходов бюджета в следующем, то есть есть свои определенные риски, плюс все равно некое давление, даже если мы имеем какую-то полурыночную, не знаю, как тактичнее назвать эту сделку, мы все равно имеем некое достаточно серьезное давление на кривую. Или не имеем. Или в такой конфигурации уже не все так страшно, ни с точки зрения расходов бюджета дополнительных в будущем, ни с точки зрения давления на рынок ОФЗ. Пока это наилучшее решение, оно действительно не такое страшное ни для бюджета. Сейчас мы откладываем процентный риск на потом, на последующие бюджеты. И для покупателей тоже это не страшно. И на вторичную кривую классических бумаг это тоже, скорее, им поддержка. То есть, скорее всего, Минфин будет дополнять классическими выпусками размещения, и там могут быть и повыше премии. То есть, в этом смысле, вот этот небольшой довесок из классических, он будет чуть-чуть давить на, может, не чуть-чуть, но будет давить на кривую. Но в целом это такое благоприятное решение, чем если бы Минфин просто бы забрасывал классическими бумагами все 2,4 триллиона. Хорошо. Но при этом у нас уже RGBI сегодня ниже 100. А что мы увидим, допустим, не знаю, до конца года, с учетом текущего развития ситуации? Ниже 90, ниже 80? Или вот где-то там он и останется? Софья, давайте с вас начнем. Ну, короткие ставки имеют потенциал роста в том сценарии, если реализуется уход ставки сильно выше 20, да, ну или просто выше 20. Очевидно, короткие бумаги еще не доехали до этого уровня, хотя они уже улетели выше 19 значительно, да. В этом смысле они отличаются от денежного рынка, который, по-видимому, еще не запрайсил повышение даже до 20, а вот УФЗ, по-видимому, надо исходить из того, что либо на бюджетных новостях, либо на ожиданиях они запрайсили повышение. Но есть потенциал, если уйдет ставка выше 20. Что касается длинного конца, он должен, наверное, остаться более высоким, но и более устойчивым. Но тут в большей степени играет фактор именно размещения Минфина и ценовой политики Минфина при размещениях. У него есть запас роста, но не пропорционально ключевой, а пропорционально, соответственно, аппетитом. А можно тогда еще курс российской валюты включить во все это уравнение и набор факторов? Потому что, если действительно, во-первых, рекордные продажи валюты со стороны ведомств наших, во-вторых, некое локальное ослабление рубля, может быть, если оно будет менее локальным и более продолжительным, мы увидим какие-то корректировки с этой точки зрения? В целом мы ожидаем. То есть мы ожидаем, что в ближайшие полгода рубль скорее будет стабильным в ближайшие текущих значений. В следующем году, да, мы ждем ухода к концу следующего года выше 105, в районе 108. Но это будет постепенно, если наш сценарий сбывается, то это будет постепенно, да, проинфляционно, но значимых корректировок это не принесет. Я менее оптимистичен в плане длинного и короткого конца ОФЗ. То есть я думаю, что если у нас сейчас кривая примерно, да, сейчас долговой рынок закладывает 20-ю ставку, сейчас короткий конец вблизи, там, ну, чуть ниже 20%, длинные, там, 16,5-17, то мне кажется, что так как на дальнем конце, да, давит Минфин и там большое количество физиков-оптимистов, которые... Ну, ладно, в двух выпусках там есть физики-оптимисты, так-то там все равно не конкуренция, а не банковскому сектору и профессиональному игроку. Да, банковский сектор пока, мне кажется, довольно пассивен в длинном конце, поэтому мне кажется, что здесь потенциал... То есть если сейчас 20-я ставка заложена, если мы придем к 22-й, то, мне кажется, ну, там, да, и на коротком конце мы 200, плюс 200 сделаем, но на длинный мы можем и 100-150 сделать, поэтому там потенциал... Мне кажется, мы обновим исторический минимум по RGBI в ближайшие месяцы. Спасибо большое. Итак, подводка моя звучала, давайте нашим обсуждениям добавим огонька, нашей дискуссии, но, кажется, мы и так огонька добавили. Итак, давайте с действительно необычными инвест-идеями. У нас на связи Илья Винокуров, член Ассоциации владельцев облигаций. Илья, здравствуйте. Да, ну здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Сумели мы меня удивить, всякий раз думаю, что ничем уже не удивить в этом сегменте, но потом присылают облигацию, например, R-Lift International, и я даже не знаю, что с ней делать. Это единственный облигационный займ этого эмитента, причем не самого маленького среди этого сектора, там EBITDA 745 миллионов, чистая прибыль даже какая-то есть, 263 миллиона по итогам 2023 года. Кредитного рейтинга нет, как класса, и доходность, внимание, там больше 42%. В чем идея, спрашивать не буду, думаю, это так ясно, но что это вообще за бонд? Может быть, расскажете? С моей точки зрения, это была такая проба-пера у этого эмитента. Они очень давно шли на облигационный рынок, и вот, наконец, им удалось сделать небольшой пробный выпуск для квалифицированных инвесторов. Выпуск короткий, в мае им предстоит оферта, выпуск его 80 миллионов, и в общем объеме долга это не будет такой значимой цифрой. Кроме того, компания растущая, выручка у нее растет. Сам бенефициар чувствует себя прекрасно, выплатил себе дивиденды 131 миллион рублей буквально в сентябре этого месяца решением единственного участника общества. Поэтому... Остается только порадоваться за него, да? Да, выглядит странно какие-то неприятности в этой бумаге. Кроме того, к оферте прилагается амортизация в размере 25% выпуска, если у держателя вдруг возникнет желание оставить эту бумагу себе для дальнейшего использования, он может получить 25% номинала уже в мае месяце. Оставьте себе облигацию для дальнейшего использования, Илья. Я оставлю себе это выражение для дальнейшего использования. Смотрите, в начале сентября планировал имитент размещать ЦФА. По-моему, там в диапазоне от 100 до 400 миллионов, но выпуск не состоялся по 22%. А в чем могла быть причина? Если вот он будет размещать еще облигации или ЦФА, может быть, лучше на ЦФА тогда инвестору посмотреть? Мне кажется, доходность 22 по ЦФА доходность должна быть ну никак не менее 30%. И доходность биржевая показывает нам, что реальность стоимости долга для этого имитента порядка 40%. Бальзам для моих ушей, Илья. Бальзам для моих ушей такая доходность. Хорошо, тогда к следующему имитенту. Ну, условно, я бы не сказала, что продано, но объяснение мне понравилось. Итак, племзавод Пушкинская, второй выпуск. Тут как раз имитент известный. Не так давно ему снизили кредитный рейтинг до WB. Это флоутер, причем длинный, погашение в 29-м году. Что меня смутило? Даже не WB, ничего. Там квартальный купон. Правильно ли я понимаю, что вот ключевая ставка сейчас вновь 19, и учитывая метод расчета 22 октября, там или 21 инвестор получает, опять 19, а не 19 плюс 3, потому что это квартальный купон. Зачем такой флоутер? Нечувствительный. Все верно. Все верно, и это не суммирующий флоутер, а классический флоутер с плюсом к ключевой ставке. Соответственно, я считаю, что нынешняя текущая доходность этого флоутера, она, соответственно, увеличится с ростом купона относительно цены после выплаты купона 22 октября. Эта же история, она действует и в обратную сторону. Если вдруг мы увидим снижение ключевой ставки, то также у инвесторов будет время для того, чтобы понаслаждаться более высоким купоном, чем он мог бы быть при суммирующем флоутере. Ну и если посмотреть, просто поделить цену на текущую доходность, то сейчас она около 23% годовых. Уже с 22 октября эта цифра будет порядка 26%. И не знаю, куда она заведет повышение ставок дальше. Ну, знаете, с другой стороны, с такой доходностью можно уже поискать что-нибудь не Double B, например, а если не Double A, то хотя бы A. Хорошо. Вот флоутер довольно длинный. Вы планируете наслаждаться им до погашения или тоже рассчитываете избавиться в случае некого разворота? Не будет ли в этом сложности? Я рассчитываю, что бумага переоценится относительно ее текущей доходности. Мне кажется, что сейчас текущая доходность, которая будет после повышения, она еще не заложена в цене этой бумаги. Она довольно-таки сильно упала. Были достаточно большие распродажи. То есть ее цена сейчас 83,5%. Я думаю, что нормальная текущая доходность для бумаг этого уровня где-то в районе 25%. Я думаю, где-то там он и должен стоить. Соответственно, инвестор получит и высокую текущую. И, соответственно, в 26-м году начинается амортизация в этом выпуске. При такой низкой цене можно получить и кусочек счастья своего, если досидеть до 26-го года. Досидеть бы до 26-го года. Илья, ценю всегда вашу смелость и оригинальность. Илья Винокуров, член Ассоциации владельцев облигаций. Спасибо большое. Ну вот, на самом деле, когда мы говорим, господа, о каких-то прям совсем высокорисковых бумагах, кажется, что стоимость этого риска уже совсем не отражается. Мы там тут 22% ищем, тут всего лишь 24%. Разница какая-то существенно небольшая. Если говорить о, вот, хотела бы вернуться как раз немножко на влияние на рынок некого корпоративного долга, может быть, чуть более высококачественного, увидим ли мы какое-то еще более значительное расширение спредов и рост доходности с учетом того, что все-таки, все-таки давление со всех сторон нарастает, причем разного типа? Софья, что думаете? Ну, это такой не самый простой вопрос, потому что сейчас ОФЗ действительно испытывает отдельные, конкретные свои элементы давления. И в этом смысле мы видим, что есть размещение, конкуренция при размещении, и эту конкуренцию выигрывают корпоративные бумаги, потому что они короче, они предлагают привлекательную доходность. Они короче, дешевле и доходнее. Вот сейчас они конкурируют даже не всегда по цене, да, то есть, например, они конкурируют по условиям. Минфин заперт в своей парадигме, он не предлагает коротких флоутеров. Из этой точки зрения его рынок действительно переходит к корпоратам, которые выходят с коротким размещением. У нас вот совсем немножко времени осталось, но получается правильно, если я слышу правильно Софью, правильно понимаю, что сформируется некий перекос, когда уже в корпоративном долге играть гораздо интереснее становится, и, соответственно, там при этом спреды не растут так интенсивно, как могли бы. Мне кажется, мы еще можем увидеть и очередную волну расширения спредов и повышения доходности, потому что, мне кажется, ставка будет повышенной, потом еще долго будет на этом уровне, и кредитный риск, мне кажется, он все будет более и более явным, поэтому инвесторы это тоже будут учитывать. Что ж, как-то не самые позитивные у нас сегодня получилась программа. Итак, в студии у нас сегодня были Михаил Васильев, главная аналитика Совкомбанка, и Софья Донец, главная экономиста инвестиций, а в эфире были облигации главные, оставайтесь в МРБК и получайте самые высокие доходы из них всех возможных.